Вот мы сегодня ездили, город фотографировали. И вот приехали, я уже зашел вовнутрь, из наружки. Сергей Павлович выходит. Все переговорили, чтобы прямую трансляцию наших занятий вести. Молодец, Сергей, вот он. Это сегодня у нас 23 октября 2018 года. Первый маленький снежок выпал, ну и тут же тает пока. Мы объехали там горный парк, объехали мост. Все засняли, сейчас будем выставлять. Вот Сергеева машина. Благослови его, Господи, и Виталия, чтобы у него совершилась поездка на работу в Испанию. Вот видите как, один, один ничего не сделаешь. Вот сейчас прямую трансляцию с моего компьютера. У меня компьютер-то настоящий, большой процессор. Вот, можно его показать. Вот он где. А тут не видать. Вот он где. Тут для наружки, тут колонки. И вот упали маленький котенок, но есть подозрение, что он плохо видит. Не играет ничего, сидит толстяк. Маленький, совсем маленький. Ну, место есть уже. Вот что-то, видимо, переговаривает. Это наша дверь, в которую мы зашли. Дверь. Это улица. Видно, где дальше. Ну, это напротив. Второе здание. Очень хороший осмотр дается. А это мимо проходить, где мы сейчас проходили. Мимо это храм, где молимся. Ну, это как из комнаты выйдешь, лестница на чердак. Ну, и дальше все видать. Ну, это обзор такой. Вот, позвонили вчера, договорились. И вот Сергей Павлович приехал, и мы все это засняли. Пусть наши друзья и недруги увидят, в какой красоте мы живем. Вот я кого называю, это люди, которых лично знаю. Мэр города. Баварин Владимир Николаевич. Доброй памяти. Я не хожу на похороны почти никогда. А тут пошел. Это интересно. Что снимают, я ничего этого не видел. Ну, вот появилась статья с фотографиями о его похоронах. Ну, фотографий-то много есть. Много просто. Ну, большая-большая фотография именно там, где я прохожу мимо гроба. Для всех было, наверное, это удивление. Для нас он такой дорогой был. Его... Ну, получилось так, что разбился. Теперь уже там все не разберешь, кто как виноват, куда поехал. Я пошел на следующий день к моему близкому. Могу назвать другом, товарищем. Прокурор края был Параскун Юрий Федорович. Ну, посидели, поскорбели. Он говорит то, что я говорил. Как он мог так рисковать с собой? На нем так много было задействовано. Вот у меня сколько просьб было? Ну, допустим, 32 просьбы. Вот прокурор края, повторяю. Генерал-лейтенант. Вот он в книге там снимки ездит. Путин его награждает. И, ну, очень хороший. Очень. Я с ним был и в больнице, когда он лежал, и здесь. И к нему попасть мужчина там сидит однажды и говорит. Второй год хожу, не могу попасть. Ну, много людей-то. Я прихожу в день два раза, и меня сразу пропускают. Видимо, он дал указания. Самые задушевные беседы были. И потеряю землю, негде пасти. И он комиссию за комиссией высылал туда. Все по закону. Не так, что он прокурор и Рощерком. Но когда не законно, ну, на нас нападали. А у тех там прокурор один глушил. Вопреки закону. Его сразу убрали оттуда. Кажется, фамилия Широких, Октябрьского района, прокуратуры. Это я только то, что так знаю. Может быть, не тот район назову, но именно так. Потому что у меня тут есть консультант, тоже юрист. Тоже юрист непростой. Мое дело вели, называется, АССы. Это Власова Валентина Васильевна. Помогали. Ну, когда я реабилитирован, теперь надо, что конфисковали, вернуть, а нету. И по государственным ценам это стоило 11 миллиардов рублей. Тех, которые были. 11. И процесс был выигран через 11 лет. И вот теперь при расчете везде, и все везде баварин. Я вечером начал названивать, молиться за него. Ну, верил ли он, был порторгом моторного завода. Если где-то я скажу не так, там, какой-то тонкости, не знаю, с какого по какой год. Но что вот именно порторг, это все так. И когда бы не было у него отчет в городе, это где-то тут они, около Старого базара, то ли к музею относятся, большой зал. Мы ко мне не просто присылали приглашение на отчет, а приезжал посыльный. На каждый праздник всегда приезжали сюда с такими, ну, как сказать, ну, буклетики или что-то там. И у меня там был очень близко знакомый его советник, он в Афганистане, воеваловщинников Владимир Петрович. Замечательный человек. Все это, когда мне дом отдавали, и он тут был, и все сфотографировались, и фотографии висят. И вот я всю, до самой глубокой ночи звонил знакомым, верующий он был или не верующий. И, наконец, я дозвонился, шевчук Ольга Николаевна, главный редактор «Алтайской правды», губернская газета местная. И она говорит, верующий. Я говорю, Ольга Николаевна, а как вы это узнали? Да он в церкви стоит с ребенком на руках, кому-то крестил. Кому? Я не знаю. Кажется, Золотухин Валерий Сергеевич. Это там какой-то артист или как, я мало знаю. Он тоже приезжал сюда, у меня был здесь, где я сижу. Баварин тут несколько раз был. И когда бы он не ехал в город, он руку высунет и помашет. Прихожу к нему без всякой очереди. Каких людей Бог давал. Сейчас нет никого. С губернатором встречались, но времена меняются. И то вот остается в памяти. И я ночью стал молиться. В конце сказал, Господи, если моя молитва не угодна, я все не знаю, прости меня. Потому что он в церковь-то у нас не был. Но приезжал. Приезжал иногда, меня дома не было. Кроме того, он был голубятник. Плюс к тому, нас еще и это сродняло. Я говорю о Баварине, Владимире Николаевиче, мэре города Барнаула. Удивительный человек. И что интересно. Я так думаю. Вот этот Владимир Петрович Овчинников, советник, и говорит. Вот у него 50-летие, кажется, было. Ну, примерно так. У Владимира Николаевича Баварина. Ну, это всюду все там присылает. И он выделил комнату. Комната отдельная, говорит, была. Ну, а я-то там на какой-то бумажке там, ну, тоже отпечатали. И сказал ему, где-то для Слова Божия нет ус. Я бы мог даже открыть сейчас, показать. Вот. Там про него много написано. Я говорю, все временное, видимое. А невидимое вечное. Поэтому заботьтесь о большем. И если весь мир приобретешь, в душе повредишь. Написал ему такое. Он говорит, он, ну, большие там, какие, как газеты, говорит, такие присылает, цветные. Ну, его любили. Это ничего не сказал. У него были нефтезаправки. Да я про то не знаю. Зачем мне знать? Я знаю, это был человек большой души. О, вам только вы, большой души, кто за вас. Да нет, я и врагов называю и говорю, что у них есть хорошее. И он, говорит, прочитал ваше поздравление-то. Я говорю, поздравлять-то не с чем, на шаг ближе к смерти. Ну, и все разъясняю. Сергей вот поехал. Вот он. И говорит, Владимир Петрович-то рассказывает. И Владимир Николаевич Баварин-то берет, говорит, маленько погоди, опять пойдет, берет ваше поздравление-то. И опять стоит и считает. Я даже представляю, как он делал. За 11 дней до его гибели я пришел по какому-то делу, не знаю, в городскую администрацию. А он выходит в это время с каким-то небольшим по росту человеком. И там в шлюзе в этом, по заключенной, как говорится, предбанники-то. В тамбуре-то, тамбур огромный. Он заходит, увидал меня, руки раскинул, он всегда обнимет. Сам смеется, веселый такой. Это ты знаешь, кто это? А тут с Кемеровской окажется областью. А кто? Да это же Лапкин. Ну а что Лапкин-то? Да он коммуну построил. Комуну построил. Как сейчас вспомню, сейчас смешно. Не лишенный юмора. И что интересно, да, тут расстались мы. Вот, кончил он отчет за год, что сделано-то. И лично меня спрашивает советник. Я понял, не сам он это Баварину скажет. Да, обязательно. Он спросил, а каково ваше мнение? Вот, о его докладе. Я дал самую высокую оценку. Как он награждал кого, как разговаривал. Ну, опыт. Он партийный работник моторного завода был, парторгом много лет. Ну, и здесь. У него конкурентов не было нигде. Вот это я специально говорю, чтобы люди знали, какие хорошие люди есть. Вот меня я повторяю кое-что. Спрашивает, что самое большое в моей жизни было. Такое открытие какое-то мне Бог показал. Я говорю, я узнал, как много добрых людей у Бога. Вот это вот, когда он там в холодильнике сидел, отец Арсений книга. Второе. То, что эти люди встретились мне. А то у меня Секстинская Мадонна, как называют, Божья Матерь несет. Какой попутно скажу, Бучечич был такой. Вот по его, как сказать, модели или что. Вон, как входишь, перед которым мужчина орал. Это же Бучечич. И он осматривал эту картину и говорит. В этой картине все правильно написано. Но глаза у ребенка не детские. А ему тогда, говорит, ответили мне, говорит, это Бог. И глаза Рафаэль написал правильно. А вот рядом Папа Сикс с бородой. Откуда католики взяли бриться-то? Ну не отсюда же. Вот оно. Четвертый век. Великомущенца Варвара. Теперь ей некогда там быть. Ее сделали патриарх России Второй, министр обороны Грачев. Вот. Они ее сделали как покровительность ракетных войск, где главная ракета Сатана. Но додуматься надо до этого. Девица, не познавшая мужа, в тереме просидевшая. Варвара. И почему? Потому что гора ее скрыла, и ракеты тоже в горах и закрываются. Нашли подобие. Как католики. Покровители интернета Исидора нашли же. Кому-то письмо перекинул через забор там или что. А там часы стоят. И здесь тоже показать, как. Вот мое хозяйство. Книги, 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 как писали, с пола до потолка. Вот здесь нет. Ну, вот так. Благословен Господь. Бог. Который все сотворил. Вот у нас запасные сухари висят. Вот этот вот тукулек с сушеной рыбой, с гальяном. Ну, везде все надписи. Видите, как? А почему? Однажды кошка прыгнула и обжигла ноги. И сразу подъявились надписи. И больше этого не было. Вот с потеряевки вернулись. У нас дозревают помидоры. Мы всем звоним. Они приходят, загружаются и уходят. Все уже к концу дело идет. Вот. В ящички вот я-то брал. Хорошо, когда много есть и есть, чем угостить друзей. Вот. С нами Володя ездил, снимал. Слава Христу! Ну, но... Продолжение следует...